Стан работы по супрадзенне незаконному обороту наркотичных и психотропных речевов обмерковали сегодня у прокуратуры Гомельской области. Специалисты означают стабилизацию ситуации в этой сфере. У значной ступени этому поспрояла реализация мер декрета президента номер 6. Однако, певные вопросы все еще потребуют больше серьезной уваги. Тему протягнет Максим Савин. Декрет президента номер 6 об неоткладных мерах по супрадзенне незаконному обороту наркотиков был принят на проконце 2014 года. Документом сменшеный взрос криминальной отказности за злочинство, связанное с распаусюджванием наркотиков. Зараз это 14 годов. Узмоцнена отказность за подобные правопорушения зараз дылерам и гандлярам присуждаются от 8 до 10 годов позбавления воли. Як выник, колька злочинства в этой сфере идет до снижения. До того, все лета правоохранниками перекрыты три каналы поступления наркотичных сродков в Республику Беларусь с Российской Федерации. В текущем году ликвидировано 11 интернет-магазинов. В связи с этим сокращается, как я ранее говорил, количество синтетических наркотиков на территории Гомельской области. В связи с этим сокращается и количество несовершеннолетних, повлеченных в незаконный оборот наркотиков. Свой эффект дают все розные профилактичные мероприемства. Открытые выездные посаджения судов по разгляде таких справ. Утым лику в научальных установах. Неполнолетним наглядно демонструют, за чого можно привести жадание заработать легкие гроши. Введение в действие декрета президента номер 6 существенно уже сточилось практика назначения наказаний за незаконный оборот наркотических средств. В частности, прокуратура области было проведено обобщение практики назначения наказаний по данной категории дел. И, как судебная статистика, сроки наказания за незаконный оборот наркотических средств, особенно за сбыт наркотических средств, существенно выросли. По выниках посаджения приняты широк расшения. Утым лику и проведение несуместных рейдов по сельской мясцовости, деля выявление места у заховывания наркотиков у пустых хатах. Евген Поболовец, Максим Савин, Игорь Марышенко, Телерадио, компания Гомель.